Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь себе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре стартовала Таверна Легенд. И давайте немного попризываем. Сделаем мы сегодня ИХ-30 и попробуем поймать какого-нибудь нового героя. Также сюда добавили два новых костюма. Давайте быстренько по ним пройдемся, посмотрим, какие они вышли в релиз и стоит ли их вообще ловить. Ну и в целом определимся, стоит ли призывать Таверну, когда в рекомендованных находятся вот эти вот герои. И давайте начнем с первого. Игир. Все союзники делят полученный урон между собой на протяжении трех ходов. В принципе, неплохой навык, но когда у героев остается мало ХП, он уже будет работать во вред. Потому что какой-нибудь мощный шотер своей одной ультой может вынести всех героев, на ком вообще было вот это вот распределение урона. Все союзники получают плюс 30 к защите, а также дополнительно 5% при каждом ударе противника на протяжении трех ходов. Баф к защите это всегда отлично, но 30% начальных, ну это не так много. Но с другой стороны, она будет постоянно увеличиваться, то есть с каждым уроном на 5%. И здесь, ну не написан, скажем, потолок, да, насколько она будет максимум. То есть получается, если он будет стоять в обороне и полетит какой-то комбо, то у них броня, плюс к броне будет прям такой, скажем, существенный. Все союзники восстанавливают 549 очков здоровья в течение трех ходов. То есть он теперь стал таким неким полноценным хилером, хоть и стикающим отхилом, но тем не менее это все равно отлично. Связь стихий восстанавливает 4% здоровья всех героев льда на 6 ходов, и это нельзя заблокировать. А это очень крутая связь стихий. То есть помимо основного хила, она еще будет всех героев льда также дополнительно отхиливать. В целом костюм и неплохой, но ничего такого особенного в нем нету. То есть целенаправленно его вылавливать точно не стоит. И следующий костюм на Айрона восстанавливает 43% здоровья всех героев. Хил 43% со средней маны, это и немного, но и немало. Но его даже смысла нету сравнить, например, с той же средней Клеопатрой с 5 сезона. Она хилит вообще на 65%. Но есть та же четверка у фиолетовых Ригард, он хилит 42%. То есть, ну здесь 43%. Ну могли в принципе и больше сделать. Забирают у героев и союзников поблизости все снимаемые недуги. Случайным образом распределяет их между врагами. В принципе, так же неплохо, но... То есть смотрите. Плюс у него то, что он потенциально может наносить урон. Да, теми дебафами, которые он будет перебрасывать. Ну а минус он это делает только с троих героев. То есть у остальных двух героев останется этот дебаф. Им так же будет проходить урон. Ну, в общем, есть как и плюсы, так и минусы. Связь стихий дает всем героям тьмы, плюс 5 атаки и плюс 5 защиты на 6 ходов. И это нельзя снять. Но это уже такая, скажем, менее эффективная пассивка, чем была у того же Игера. Также у этого героя отличный класс, церковник. То есть для хилеров это очень круто. В целом, да ничего особого здесь нету. То есть если его пытаться выловить как хилера, ну смысл, если есть тот же Ригард, которого суперталанты, да, очень круто сейчас работают. А вылавлят, чтобы, ну, с целью, чтобы он перебрасывал дебафы это делать. Ну, это, знаете, такая долгоиграющая история. Там, скорее всего, уже просто всех вынесут. Пока вы, ну, сработает этот план, чтобы перебросить дебафы, они нанесут урон и так далее. То есть проще брать Иригорода, чтобы и отхиливать столько же и все это снимать. И уже своими героями, ну, наносить полноценный урон. Так что, не знаю, костюм тоже... Ничего особого, в общем, нету. Если в целом подводить итог, то новые костюмы, в принципе, особо и не нужны. То есть они явно не сравнятся с теми рекомендациями, когда здесь была Аласи в костюме, Хелл и Персей. То есть там реально очень топовые костюмы. Также на бету уже вышли на остальных героев. То есть там есть на Ореса костюм, на Зимкифу, еще вроде на кого-то был. То есть, ну, там ровно такая же история, как вот с этими героями. То есть ничего такого особенного там нету. Так что, в целом, конечно, лучше ждать рекомендации, когда будет Хелл, Персей, ну и Аласей там уже крутить. В общем, давайте попризываем и попробуем здесь кого-нибудь поймать. Может выпадет герой даже не из рекомендованных. Хотелось бы либо Аласи, либо Персея. Ну, либо вообще какую-нибудь новую пятерку. Ну, давайте покрутим, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели. И первый призыв. Давайте с Агиром начнем. Так, синий Аласи. Давайте сюда прокрутим. Здесь бы еще Эвелин было бы нормально выловить. Но думаю, она в рекомендациях здесь еще не скоро будет. Ох, Хелл. Давайте с нее попробуем. Так, опять синий. Четверка. Так, тройка. Давайте сюда прокрутим. Вот этого бы тоже было. Древфонга нормально поймать. Опять синий. Ну, давай. Тройка. И продолжаем. Давайте с Агирона попробуем. Зеленый. Четверка. Давайте дальше с ним крутить. Опять. Тройки пошли. Так, вот Персей. Ну, в нерекомендованных, думаю, нереально будет выловить. В каких-то конкретных героев. Ну, давай. О. ГМ. Ладно. Бойвельн. Так, желтый. Тройка. Давайте обратно. С них покрутим. Опять зеленый. Тройка. Тройка. Понятно. Так, ну давай, Алась. Так, четверка. И продолжаем. Давайте теперь с Сишат попробуем. Так, красный. Тройка. Понятно. Угу. Угу. Так, ну давай. Ну, нереально, глючит что-то было. Не говоря уже вообще про рекомендованных, а не рекомендованных героев. Ну, даже не знаю, сколько здесь нужно скрутить. Чтоб хоть что-то выпало. Ну, одно и то же. Так, что еще, 7 призывов? Или 6, точнее. Так, фиолетовый. Понятно. О, Сишат, ну это хорошо. Она у меня есть прокачанная, но костюма не было. И давайте два призыва еще докрутим. И откроем сундуки. Так, Синий, ну давай. На последних призывах. А Ласи было бы нормально поймать. Так, ну и красный. Понятно. А, тут эмблема, походу, да. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы выпадали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok